Ну подарите мне пакет, ну один хотя бы, он выпивал с каждым клиентом, мне кажется Потому что таких цифр до этого у нас не было Это прямо вот законодательно запрещено Туристы из России пытались вывезти 35 килограмм еды из отеля Добрый день, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на YouTube-канале Агентство недвижимости и строительной компании Лига Реал Эстейт Сегодня в студии, как обычно, я, Мария и Денис Который приготовил для вас огромное количество самых разных новостей Которые произошли в Турции за прошедшую неделю Ну, во-первых, конечно же, мы успешим вам напомнить о том, что туристический сезон Балании продолжается У нас стоит потрясающая погода, поэтому мы с нетерпением вас ждем Да, Денис? Абсолютно, Мария, верно, абсолютно согласен с каждым словом В общем, друзья, всем привет, новостей много и они разные, как всегда Начинаем? Да, давай Первая новость, ну, такая большая, мировая, так сказать, значение глобальное Значит, президент Путин и президент Эрдоган договорились о встрече в Турции Собственно говоря, детали Президент России и Турции, соответственно, Владимир Путин и Раджетт Эрдоган В телефонном разговоре договорились о визите российского лидера непосредственно сюда, в Турцию И, соответственно, помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков подтвердил, что действительно Москва и Анкара планируют визит президента России в Турцию Ну, собственно говоря, конкретной даты еще нет, но это в любом случае говорится, что это будет в ближайшее время, в августе, собственно говоря, 23-го года Каждое начало месяца мы подводим итоги уходящего месяца Значит, инфляция, инфляция, какова, а? Какие, давайте, кроме того, нам сегодня расскажут Официальная, не надо сейчас мне опять четвертовать и говорить о том, что там больше Официальные у меня данные Значит, годовая инфляция в Турции ускорилась, да, и достигла, да, 47,8% по итогам непосредственно июля месяца Собственно, потребительские цены увеличились на 47, как я и сказал, и 8 В годовом выражении, ну, по сравнению с подъемом на 38,2% в июне Ну, то есть было 32, сейчас 48 Так сообщает статистическая института страны официальный Туркстад Значит, по данным, наибольший рост цен за месяц было 82% зафиксировано за проживание в отеле и ресторане Ну, а наименьшее не указано, какой процент за недвижимость Ты знаешь, могу тебе добавить немножко новостей, наверное, вот к этим все-таки историям про инфляцию Буквально на этой неделе произошло очередное повышение цен на тот товар, о котором никто даже не подозревал и о котором никто и не думал И это, дорогие друзья, пластиковые пакеты Когда мы ходили в супермаркет, мы, соответственно, покупали дополнительно пластиковые пакеты Один пакет стоил 0,25 куруш Сейчас стоимость подняли и один пакет стоит 38,5 куруш Ну, то есть практически можно сказать, что, наверное, в два раза И на этой неделе произошло увеличение цен на дизель На бензин у нас поднимали на прошлой неделе, на этой неделе подняли на дизель И таким образом с этой недели в Стамбуле, например, цена за литр дизеля стоит теперь 36,5 лир А в Анкаре и Измире 37 лир 10 куруш У меня тоже есть новость про повышение То ли, как говорится, портить настроение, так портить окончательно в этом блоке Но на самом деле не сильно Значит, с 1 августа, который, естественно, уже наступил в Турции Теперь посещение музеев для туристов, именно для туристов Подорожает практически в два раза Ну, а, собственно, это еще раз повторюсь, что коснется исключительно туристического потока Потому что те люди, которые, иностранные граждане, которые имеют и камень, да, соответственно, будут посещать, как и посещали, собственно говоря, по стандартной другой цене Вот у меня очень любимые раскопочки по муколе, вот эти, да, красивые Значит, увеличится стоимость и будет стоить теперь 700 лир за человек Ну, прилично Да Ну, а, например, вот в Стамбульке, если посещение 9 башен Я не знаю, сейчас, насколько он раньше стоил Вообще весь июнь было бесплатно, потому что ее открыли после реставрации и дали месяц на бесплатное посещение Ну, в общем, сейчас она будет стоить с 1 августа 550 лир Я знаю, Денис, как можно провести время, если вдруг вы не хотите тратить абсолютно никакие финансовые средства Или не хотите устраивать себе культурную программу Потому что в этом году, буквально в этом месяце, температура воды в Средиземном море побила новый рекорд Как ты думаешь, сколько сейчас моря градусов? Слушай, ну, честно, давно не был, потому что как-то все в бассейне, в бассейне Ну, говорят о том, что прям очень теплое 28,5 градусов Ну, вот суп, прям 20,5 Подогрели и нормально Это действительно очень теплая температура воды в море И, соответственно, эта цифра побила новый рекорд Потому что таких цифр до этого у нас не было К слову о температурных моментах Значит, начало августа в Турции может быть очень жарким и душным Значит, Главное управление метеорологии опубликовало еженедельный прогноз погоды Ну, и сообщение отмечает о том, что в середине недели ожидается повышение температуры воздуха Которую по всей стране достигнет от 4 до 7 градусов выше сезонной нормы Прогнозируется, что температура воздуха повысится особенно со 2 августа Ну, и вместе вот с жарой, да, непосредственно придет та самая влага, которая усилит, да, вот это Потому что вроде уже даже вечерами не так жарко Но ты мокрый, да, ты мокрый, потому что влага никуда, собственно говоря, не уходит Поэтому, ну, имейте в виду, что все-таки в Турции летом жарковато Ну, и, как опять же, температура воздуха, обещают, в некоторых районах будет превышать 40 градусов Поэтому будьте внимательны, обязательно водичку, если идете куда-то гулять Ну, и, конечно, головной убор для того, чтобы, не дай бог, не словить вот этот вот солнечный удар Новый жилой комплекс премиум-класса от компании Лига Реал Эстейт в перспективном районе Демертаж В вашем будущем доме будет все От открытого бассейна и трансфера на пляж до современного фитнеса и детской игровой комнаты Резиденция, в которой вы и ваша семья будете чувствовать себя в комфорте и безопасности Предлагаем доступные условия для покупки недвижимости в Алании Первоначальный взнос всего 30% и беспроцентная рассрочка до марта 2025 года Сделайте первый шаг уже сегодня Напишите в WhatsApp по ссылке под этим видео Прошло уже у нас 7 месяцев 2023 года и аэропорт Анталии подвел первые итоги 8 миллионов 184 тысячи 89 туристов прибыло, соответственно, за весь этот период в Анталию Ну и, конечно же, делают такой рейтинг, кто на первом месте, кто на втором и так далее Как вы думаете, дорогие друзья, кто занимает первое место? Первое место это 1 миллион 853 тысячи 879 туристов, соответственно, это Россия Второе место занимает Германия, ну и также в лидерах у нас остаются Польша, Нидерланды, Казахстан, Румыния, Израиль, Чехия и Украина У меня целый блок новостей, связанных непосредственно с авто Ну и тем более они касаются нашего региона, соответственно, сейчас будем разговаривать и обсуждать эти темы Значит, полицейские в конце июля проводили огромное количество рейдов Ну и, соответственно, вот одни из... сейчас проведем какую-то некую статистику Значит, в Анталии полицейские провели проверку на непосредственно нелегальных перевозчиков Это вот такие бомбил, которые там пытаются как-то подзаработать, это на самом деле очень даже чревато Значит, переодеты полицейские, подведав, естественно, клиентов, вызывали какие-то пиратские такси, ну и садились по автомобилям Наблюдение за транспортным средством шло и с наземных всяких разных камер, ну и, соответственно, с борта беспилотника Ну и, по-танему, понятно, что через некоторое время автомобиль останавливался, ему предъявлялись документы и говорили Все, приехали! Ну и, соответственно, на огромное количество нелегальных таксистов, да, было выписано огромное количество штрафов Кстати, вот за это, вот за подобный вот вид деятельности штраф, друзья, внимание, 40 тысяч лир Полиция уже непосредственно в Алании проверяла такси, потому что такси сейчас, естественно, это, наверное, один из самых жарких и востребованных видов передвижения Потому что огромное количество туристов, огромное количество людей, ну и, соответственно, вот в конце июля с 24 по 31 сотрудники жандармерии Дорожной полиции Алании были проведены огромное количество, мне непосредственно, такси коммерческих, да, и водителей, в том числе С целью безопасить, ну, дорожное движение В общем, было проверено 1 255 такси Значит, 133 таксиста были оштрафованы на общую сумму 209 тысяч лир И, значит, выявлено некие нарушения, значит, следующее 6 водителей такси были привлечены к уголовной ответственности за вождение в... Нетрезвом виде? Нетрезвом виде, реально, то есть пьяненькие таксисты под шофе, а что, говорит, быстренько, дам, чем с ветерком Так что 6 такие, ну, понятно, что из 1255 не так много, но в любом случае это есть И, в конце концов, в этом такси, может, не могли оказаться вы Значит, 4 водителя были привлечены к уголовной ответственности за вождение без... Прав? Прав, абсолютно верно, видишь, как у нас игра Значит, 2 водителя были привлечены к уголовной ответственности за вождение с просроченными водительскими правами Одно водительское удостоверение было просто от Орона, видимо, может быть, как-то не подходил по каким-то там нормам И был один автомобиль запрещен к передвижению вообще по технической неисправности Полиция работала с мотоциклистами Это такой бич аланийский, когда там просто... Понятно, что это не Азия, но в любом случае их здесь огромное количество Что же, в конце июля жандармярия и полиция также делали огромное количество времени Останавливали непосредственно водителей мопедов Как они здесь называют? Мотор Соответственно, в ходе проверки было выписано огромное количество штрафов Еще больше, 390 штрафов За езду без штрафов вообще, да? Тут вообще, тут подожди, а тут начнется Значит, всего было проверено 337 водителей И в ходе проверки 251 мотоциклист был наказан за отсутствие шлема Нет, все гоняют без него, поэтому тут, в принципе, нормально Значит, 23 водителя были без прав Это практически 10% водителей 9 водителей без техосмотра 4 водителя, ну, точнее, 4 мотоцикла было использовано без номерных знаков Ну и, соответственно, были изъяты права у двух водителей за пьянство Есть еще одна новость по этому поводу Значит, в Стамбульской в Стамбуле таксиста лишили прав на 58 лет За что? Ну, самое распространенное За пьяную езду В общем, тут деталей не особо много Но в любом случае, значит, в Стамбуле лишили прав водителя Это пожизненное прописание? Да, 81-го года Не, ну, может быть, ему сейчас 18 Только наступило, собственно говоря Возможно, он еще доживет Которого 15 раз ловили пьяным Знаешь, я, наверное, немножко разбавлю твою такую грустную или серьезную статистику Статистикой повеселее Разумеется, Турция очень сильно любит цифры И постоянно подводит какие-то итоги И вот за первый полгода 2023 года Сайт Трандиол Это такой маркетплейс очень большой Тоже подвел итоги И решил подводить итоги в очень интересных категориях Как ты думаешь, какой продукт быстрого питания был заказан больше всего за эти полгода? Вода? Нет, это лохмаджун Реально? Да Это, по сути, такая турецкая пицца Она бывает с овощами, да, бывает с мясом Соль-то разное Вот именно лохмаджун стал самым покупаемым продуктом за первые полгода А если заказывали продукты на дом, то предпочтение в основном удавалось покупке овощей и фруктов И заказы чаще всего принимали с 5 до 7 вечера Квартиры в Мерсине Большая площадь и специальная цена Проект Астра Тауэрс Сочетание комфорта, природной красоты и развитой социальной инфраструктуры На территории вашего дома будет бассейн с аквагорками Баскетбольная площадка, футбольное поле Детская игровая площадка, спа-зона Зона для барбекю и отдыха Парковка для автомобилей В продаже есть квартиры планировкой 1 плюс 1 и 2 плюс 1 Бонусом в каждой квартире вы получаете комплект встроенной бытовой техники бренда Арчелик Стоимость квартир начинается от 72 тысяч евро Чтобы получить подробную презентацию прямо сейчас, нажимайте на активную ссылку под этим видео Так, есть у меня еще пару новостей Здесь, соответственно, местные новости наши Значит, два факультета У нас здесь открываются непосредственно в университете Алании Аладдин Кейкбат Университет Значит, в решении опубликовано за подписью президента Сообщается о том, что принято решение о создании факультета экономики И административных и социальных наук И факультета инженерии и естественных наук в университете Алании В общем, я думаю, что для тех, кто, так сказать, абитуриент А это вот как раз сейчас самое время Ну, есть, как говорится, возможность еще выбрать из этих новых факультетиков Тоже к статистике Я думаю, что одна из достопримечательностей Алании Это целеферик Ну, конечно, наш фуникулер Машиночки, кабиночки, которые поднимаются наверх Ну, и, соответственно, невероятными видами Так вот, значит, тоже к статистике, к цифрам Если за период прошлого года, 2022-го За 7 месяцев, которые прошли, собственно говоря Было поднято всего лишь 466 тысяч То уже в этом году увеличилось практически на 10% 560 тысяч Есть, друзья, у меня две новости Они такие, ну, под настроение, как говорится, подразогнать Значит, в Махмутларе турист Слава богу, из Испании Вы сейчас поймете Значит, решил искупаться в Галышол А че нет? А че в конце концов? Мы же в конце, тут свободная страна Значит, инцидент произошел на пляже в Махмутларе Не уточняется, где Значит, испанский турист Вошел в море гол на пляже То есть, это не где-то в укромном месте А это прямо вот на общественном пляже, так сказать Окружающие граждане, увидевшие такое и состояние туриста И наличие такого туриста Были в шоке И сообщили, естественно, сразу в жандармерию Жандармерия, главная группа, приехала быстро Прибыла на вызов И вытащили туристы из моря То есть, они, как бы, он маленько покупался Говорит, ну все, брат, выходи, пора Все, надо уже выходить Значит, туриста и его одежду, что немаловажно Доставили в жандармерию Ну, соответственно, отпустили Выписав ему какое-то там предписание Назначили какое-то слушание Показания и все-все прочее В общем, друзья, имейте в виду Что это прямо вот законодательно запрещено Туристы из России пытались вывезти 35 килограмм еды из отеля Значит, инцидент произошел в Алании Очевидцы сделали видео Я думаю, что это видео огромным количеством разошлось сейчас по всем пабликам И, соответственно, мы тоже его продемонстрируем Ну и, соответственно, россияне Долгое-долгое время находились в отеле И со светского стола каждый раз выносили к себе в номер Немножечко еды Ну, так вот, о, как мышка, о, в норку И все, и понесла В общей сложности они успели накопить, накопить Вот это очень важно В своем пространстве, в помещении в отеле, в номере 35 килограмм продуктов И там были и сухофрукты, и напитки, и даже масло Масло обычное, вот, классическое, наше, завернутое в фольгу Даже масло завернутое просто в обычную фольгу Слушай, ну, хозяйственные люди решили сразу подготовиться Все было, все было А дырить поездку так по полной В общем, друзья А что им за это было? Я думаю, что просто общественное нарицание, позор Потому что это все, естественно, снимались на камеры Причем, насколько я понимаю, мне кажется, что, опять же, смотря эти кадры То снимали непосредственно сами участники То есть это не те люди, которые их разоблачили А они говорят, мы еще это и снимем Ну, чтобы были доказательства В общем, друзья, у меня есть большая просьба Просто, если вы на отдыхе, наслаждайтесь им Ешьте сколько хотите Пейте сколько хотите Но не езите домой В конце концов, это все пропадет В конце концов, это будет стыдно Да за багаж будете переплачивать в конце концов Вы переплатите больше, чем за масло в конце концов Да, оно здесь вкусное, да, оно здесь хорошее, натуральное Но в любом случае, ребята, отдыхайте И вот давайте не будем позвольствоваться Дорогие друзья, с вами была рубрика Лига Ньюз И компания Лига Реал Эстейт Мы с вами не прощаемся, а говорим вам до новых встреч И уже на следующей неделе мы вернемся со свежим выпуском Актуальных и полезных новостей Всем хорошей, продуктивной новой недели Жаркой, теплой Ну, пусть она будет хоть и душной Но ходите на море, купайтесь и получайте удовольствие В общем, всем любим, целуем и обнимаем Пока